здравствуйте друзья с вами Вадим Прятко и мы продолжаем работать в том том же духе так выпускаем видео случай из жизни практически разные случаи и отвечаем на ваши вопросы когда я выпустил первое видео о перегулах коров то сразу там в комментариях вы одобрили эти видео и написали что хорошо было бы про дегельминтизацию послушать так обработку коров против листов и хотим и как раз сейчас я можно сказать сейчас это пора актуальная потому что классическая схема обработки против гельминтов считается через две недели после постановки на стоило то есть через две недели когда вы перестаете выгонять корову на пастбище или же если у вас она например находится не на пастбище а есть просто там зеленую траву то значит соответственно прекращаете скармливать зеленую траву переходите на зимние рационы на сено у кого там какие корма имеются две недели побыв на этих рационах приспособившись то есть проходит перестройка микрофлоры рубца вообще-то для перестройки микрофлоры рубца но нужен 21 день для полной перестройки когда животное переходит из одного вида корма на другой вид корма соответственно микрофлора тоже должна перестроиться определенные определенные виды бактерий они отмирают определенные виды на пару наоборот более развиваются вот после этой перестановочки мы делаем дельминты за проводим дельминты зации а весной же наоборот то есть если на протяжении вот этого зимнего зиме зимней стойлового периода было какое-то заражение гельминтами но в основном это уже не теми гельминтами которыми животные заражаются на пастбище так про которые мы будем говорить о теме гельминтами которые которыми можно заразиться в стойле правило это круглые черви это нематоды ними можно заразиться в стойле так вот говоря про эту тему за две недели почему за две недели до выгона на пастбище то потому что за две недели мы можем мы избавляемся от наших гельминтов и соответственно избавляемся от возможности гельминтов потом выделять яйца во внешнюю среду и таким образом контаминировать снова наше пастбище так потому что если мы не будем проводить дегельминтизацию животные выходят снова на пастбище гельминты в кишечнике выделяют яйца яйца выходят с фекалия во внешнюю среду там они встречаются с промежними промежними господари промежуточные хозяева с промежуточными хозяевами будь то улитки или муравьи вот проходят через их организм и тогда снова коровы поедают их и снова заражается потому чтобы разорвать этот цикл порочный цикл тогда под поэтому проводится дегельминтизация за две недели до вы до выхода на перед выгоном на выпуск вот если чего еще будем начинать так нашу тему ну мы уже фактически и и начали начали уже говорить но чем мы его продолжим тут я немножко сделала небольшие такие заметочки потому что а сколько что касается особенно препаратов я немножко здесь поработал наконец-то я уже заставил себя изучить русский рынок ветеринарных препаратов российский там не знаю как про российский рынок ветеринарных препаратов которые я думаю что и распространяется и на казахстан и другие республики постсоветского пространства вот потому что я уже не раз мы сталкивались с тем что вы спрашиваете у меня о помощи говорите что вот чтобы применить я говорю что я не знаю ваших препаратов ну вот по дегельминтизация по антигельминтикам я серьезно поработал и посидел и выбрал здесь десятки препаратов потому записал их чтобы чтобы легче нам было этот на память не запомнишь всех названий потому я немного записал их так вот и по плану давайте по плану значит есть о дегельминтизации в общем мы сказали так я думаю что нужно начать из заболеваний вообще если говорить о дегельминтизации о потребности дегельминтизации так то нужно говорить прежде всего о заболеваниях так а какие же заболевания бывают так гельминтной инвазии которыми заражаются наши животные что и в итоге нам нужно их обрабатывать против гельминтов конечно же территория очень огромные зрители смотрят нас из многих стран можно сказать но и стран мира но и стран постсоветского пространства и конечно же гельминтозов тоже есть много разных мы сейчас затронем основные гельминтозы а те какие гельминтозы какие-то возможно специфические для определенной территории вы напишите в комментариях и скажите вот такой гельминтоз у нас встречается вообще чтобы узнать какие распространены у вас гельминтные инвазии на территории вашего района области нужно обращаться в государственным органам потому что государственные органы ведут эпизодологическую историю эпизодологические карты составляют и у них ну например в нашем районе там порядка 40 летняя история есть так мы можем знать какие гельминты у нас встречаются так и поэтому соответственно тем гельминтозом подбирать и препараты то есть не гадать не думать там из десяти разнообразных гельминтозов какой у нас или брать против всех проводить обработку данным даже против каких-то экзотических потому что мы знаем есть экзотические эти которые характерны для тропических стран и есть такие которые такого как климата по мирный климат как это перевести вот такого климата как у нас в средней полосе россии вот в украине такой климат тогда говоря об этих инвазиях мы вообще должны разделить и понимать что гельминты есть разных типов гельминты есть плоские трематоды это маленькие такие маленькие такие гельминты с плющеным телом такие ланцета ланцета образные вот или как расширенный такой ван сайте вот трематоды и эти трематоды они паразитируют могут паразитировать в разных частях тела но основной трематодозное заболевание это фасциолез и вот фасциолы фасциола гепатика фасциола гигантика они как раз любят и паразитируют в печени и этим они наносят очень большой вред в зависимости от степени инвазии ну то есть если сказать по простому в зависимости от того сколько штучек находится их в печени печеночных ходах настолько они тяжелое влияние оказывают на организм животного и на иммунную систему подавляют иммунную систему и обтурация перекрывание закупорка желчных ходов соответственно нарушение оттока желчи и механическое влияние они там ползают прорывают себе норы такие роют с целью питаться печи печеночной ткани прорывают норы и в итоге есть такие случаи вы даже вот недавно наш подписчик на прислал такую фотографию где печень и там вот множество этих фасциол полностью кишат эти фасциолы они захватили печень полностью эту фотографию я кстати делал пост в контакте и там даже такое бурное обсуждение уже началось по по и под под эгельминтизации по препаратам и там дальше это около больше 50 комментариев то есть это живая тема всех интересующие я понимаю это и вот эта печень нафарширована этими фасциолами она в итоге привела к потере молока сначала частичная потеря молока потом полная потеря молока потом истощение животного и гибель вот ну такая печень которую прислал арунбай не является каким-то уникальным явлением такое такое достаточно часто я в своей практике часто видел вот и вижу потому что люди не придают должного значения дегельминтизации люди не знают и не понимают каким образом гельминты размножаются каким образом они попадают во внешнюю среду каким образом животные заражаются этими гельминтами это такая тема темная то есть даже самих название заболеваний четко люди не знают и соответственно не знают ни биологии не как бы цикла даже не жизненного цикла гельминтов ну и как как без можно сказать вина это людей или не вина людей не знаю наверное если человек занимается скотоводством имеет а или одну или десять или сто коров неважно он должен интересоваться он должен читать какую-то литературу он был он должен быть и готов к этим вызовам ну так как и автолюбители должен знать элементарные вещи в машине да как колесо поменять я не знаю счетом свечку зарядить аккумулятор чеки то там моменты также и тот тот должен держит животное должен нести ответственность ответственность за саму за само животное и интересоваться так вот не зная этого люди ну как бы не придают должного значения и часто встречаешь эти печенки нафаршированные или фасеолами или дикоцелиями дикоцелии это тоже трематоды это уже второе заболевание про которое мы говорим кстати у нас фасеолиоз называют мотылыця мотылыця вот такое народное название дикоцелийоз вообще не идентифицируют но он точно похож на он точно похож на фасеол и только они меньше дикоцелии и тоже они паразитируют но они проходят цикл через организм с кровью идут через легкие вот а потом уже останавливаются в печени и там их не основной жизненный цикл проходит еще одно такое заболевание его даже и не выговоришь парамфистоматидоз 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 вот заболевание тоже ну оно встречается но реже встречается тоже тремотодные заболевания и вот это три основных заболевания, которые вызываются трематодами, которые я бы выделил, которые чаще всего поражают наш скот. И почему я выделяю отдельно трематоды, плоские черви? Фасоол еще называют печеночной двуусткой. Потому что это специфический вид гельминтов, для которого нужны определенные ангельминтики. То есть не все ангельминтики справляются с этим гельминтом. И особенно с его личинками, потому что с взрослыми паразитами еще работают большинство ангельминтиков, даже дешевых, простых, таких как альбендозол тот же. А вот с его личинками там посложнее задача. Нужно подбирать определенные ангельминтики. Дальше следующая группа. Ну и это вот группа трематодозы, плоские черви. Это основные гельминты нашего скота. Следующая группа, так по значимости, это нематоды. Нематоды это круглые черви. Вот круглые черви, из них можно выделить самый распространенный, это диктиокаулез. Они паразитируют в легких, и поражают часто легкие, и вызывая альтерацию, повреждение тканей легких, они значит, провоцируют развитие условно-патогенной или вторичной секундарной микрофлоры, которая, соответственно, ведет к развитию пневмонии. Вот. Кашель, характерный задышкой, вот, могут быть инокотральные выделения, часто характерный, как паразитоциноз. Такой есть термин интересный, паразитоциноз, когда и бактерии, и паразиты вместе, вот, кончают жизнь животному, паразитоциноз. Вот. Тогда, ну, это самое распространенное заболевание, но оно достаточно легко лечится, особенно тяжело ним телята болеют, то есть, поражаясь телята, вот такие телята, телята 4-4 месяцев до полгода, вот, тяжело переболевают. Говоря про, я говорил про интенсивность инвазии, так, мы должны понимать, что гельминтоз, попадая в организм, например, для того, чтобы развилось заболевание в той или иной мере, в легкой, средней или в тяжелой степени, нужно определенное количество этих гельминтов. Мало там, чтобы там один или два, одна или две особи имагу взрослых, они там будут серьезно там влиять как-то на организм. Нет, но когда их будет 20-30, вот это уже проблема. Потому, очень часто еще какая проблема в том, что люди не обращают внимания на дегельминтозацию, это то, что просто-напросто там может быть небольшое количество гельминтов, вроде бы внешне они не видят проблемы какой-то выраженной, но животное все равно страдает от того, что в организме есть паразиты. может быть иммунитет немного присесть, может продуктивность на процентов 5-10 понизится, потеет животное, особенно по утрам, как говорят, роса на животном с утра, покашливает так легонько, или например пневмония может развиться, может и не развиваться, может быть такое состояние поддувается при трематодозах, вот так периодическая темпания, может желудок барахлить, такие дистонии наблюдаться, все это может быть и оно часто как бы и людьми, и ветеринарами, которые приходят диагностировать эти заболевания, оно часто как-то четко не определяется, как бы начинают лечить там желудок, стал начинают желудок лечить, еще там, но вот не додумывается например провести дегельминтизацию, говоря о дегельминтизации и ретикула металлоносительстве, то есть наличие наявности металлических предметов в рубце сетки, вот нужно говорить о сразу профилактике, то есть если у вас заболело животное, заболела корова, заболело желудок, стал плохой аппетит, молоко снизилось, то что сразу нужно сделать, если вы этого еще не делали, это провести дегельминтизацию и соответственно кинуть магнитный зонд для профилактики, если нет возможности кинуть магнитный зонд, использовать магнитную палочку, и уже после этих процедур во многих случаях проблема уходит и не нужно никаких капельниц и всяких разных антибиотиков, бицелинов, нетоксов и все, таким образом эти две процедуры нужно иметь ввиду при диагностике, вот такой тоже вопрос мне задали люди, говорят, что ну как же обрабатывать против глистов, она вот слабенькая там или вот похудала в результате заболевания, ну да, она похудала в результате заболевания, если она 3-4 дня уже не ест нормально, у нее стоит желудок, она похудала, но если причиной являются гельминты, вот, будем ждать когда она поправится, так она никогда не поправится, друзья, а гельминты будут и дальше ее истощать пока она просто не вам не станет ее жалко, вы ее не дорежете или она просто упадет и не встанет, придете утром, а она уже все. Дегельминтызация показана, нет таких противопоказаний, что вот животное значит или там похудало или вот сейчас в состоянии таком-то ослабленном, то не проводить дегельминтызацию категорически, но я не знаю, я таких в своей практике я таких противопоказаний не видел и я не видел ни разу ничего негативного, когда проводил дегельминтызацию разным животным в разных состояниях, в том числе в состояниях упитанности и стадии заболевания. Так вот, продолжаем про дегельминтызацию, теоколез, мы отвлеклись от темы. дальше, есть еще неооскороз, ну, аскороз это самое распространенное заболевание у свиней, аскориды это круглые такие, они могут быть розовым оттенком, такие, у нас их называют в народе батоге, это плеть, плеть, плети, вот, если ты, такие, батоге, забиваю часто так кишечник, что мама дорогая, но они встречаются и у коров, редко, но встречаются, потому что мы будем дальше говорить о капрологии, исследовании кала на гельминты, и я расскажу, у нас есть большой опыт, мы постоянно это практикуем, у нас, мы встречали яйца этих гельминтов в нашем стадии, дальше, далее, такие заболевания, как трихостренгелидозы, трихостренгелидозы это тоже распространенные заболевания, и особенно поражает молодняк, это от 6 месяцев и до 8-12 месяцев, очень часто, достаточно сильная степень инвазии и может влиять на ихние приросты, на ихний аппетит, на ихнюю шерсть, проявляться разными отклонениями в здоровье, далее, такие заболевания, как телезиоз, телезиоз, это вы знаете, это заболевания, это паразиты, которые паразитируют в глазах животных, и соответственно, тоже тянут за собой вторичную микрофлору, гнойные, кератоконъюнктивиты, язвы, бельмо, и все остальное, ну, мы здесь не будем подробно останавливаться на самих патологиях, и их них особенностях, для этого нужно делать отдельные видеоролики, сегодня мы говорим о обработке против листов, потому мы не должны об этом забывать, дальше, сатариоз, значит, нематоды, которые поражают серозные оболочки, значит, брюшины, брюшной полости, далее, пара, парафиляриозы, парафиляриозы, это подкожные такие круглые гельминты, если говорить про АРХ, то они поражают чаще всего кожу, кожу сосков и вымени, парафиляриоз, дальше, стронгелидозы, стронгелидозы, это тоже круглые черви, небольшие такие, как, стронгелиды, как ниточки, такие круглые черви, которые тоже встречаются у крупнорогатого скота, вот, нематоды, они, против них фактически работают все ангельминтики, вот, но они, опять же, хочу сказать, кроме диктиоколеза, достаточно, ну, реже встречаются и причиняют не столько вреда, дальше, есть еще такие виды гельминтов, как цистоды, цистодозы, это цистоциркоз, эхинококоз, мониезиоз, вот, ну, они чем характеризуются эти паразиты, что у дефинитивных хозяев, промежуточных, собак, кошек, они развиваются в ленточных червей, ну, так же у человека, не, у человека, не буду говорить, у собак и кошек, они чем отличаются, тем, что у собак, у кошек, они развиваются в ленточного червя, то есть, маленький гельминтик, и у него такие членики, до, несколько метровый, может быть, такая лента, вот, такой патронтаж, наполненный патронами, яйцами, вот, и, у, а именно у коров, да, у сельскохозяйственных животных, там, да, оно развивается в виде личиночной стадии, в виде личинки, так вот, личинка, она представляет собой разной величины, вот, такие пузырьки, так, например, цистицерки, они, такие, меньшего диаметра, кругленькие, такие, часто они, такими гроздьями, могут быть, в разных, в разных, в разных полостях, и на разных органах, вот, тоже, недавно, обращались, вконтакте, тоже, подписчики, зрители канала, говорили об этой проблеме, о цистеркозе, и говорили, как его можно лечить, почему, потому что, на убой пошли, быки пошли на убой, и у этих быков, обнаружили это заболевание, а, там, при обнаружении этого заболевания, достаточно строгие правила, ветеринарно-санитарная экспертиза, такие туши, там, идут на утилизацию, потому что, почему, потому что, да, потому что, если эти, как бы, пузырьки, да, с этими личинками, попадут в организм человека, так, у человека, может развиваться, очень тяжелое заболевание, поэтому, очень строгие, такие правила, так, люди понесли ущерб, я бы сказал, значительный ущерб, даже, если одно животное, сейчас для людей это значительный ущерб, я считаю, потому что, не такие мы богатые сейчас, вот так просто, животные, или гибли, или утилизировались, так, для того, в принципе, мы вообще и говорим с вами, и беседуем, и ведем этот канал, для того, чтобы, ну, мы меньше страдали и животные, и меньше ущерба мы несли, для того мы образовываемся, для того, потому мы и называемся, ветпропагандафильмс, это не просто красивое название, вид пропаганды, это действительно то, что мы несем, мы несем знания, мы несем, мы, это хорошая пропаганда, это правильная пропаганда, а не такая, вот сейчас много всякой пропаганды, да, всего, но вот это как раз та пропаганда, которая нужна, именно, в сельском хозяйстве, для того, чтобы уменьшить эти убытки, и страдания животных, так вот, если говорить о потерях, то, конечно же, они хотели узнать, ну, как можно вылечить это заболевание, но, к сожалению, есть, я написал там, есть, какие-то там, попытки, я перевел одну американскую статью, попытки лечить это заболевание, с помощью, паразиквантела, такого препарата, ангельминта, но это достаточно продолжительные схемы, которые ничего не гарантируют, это просто специфика самого этого гельминта, его локализация, то есть, ну, используя ангельминтик, так вы же должны понимать, что в итоге он или действует прямо в кишечнике, в полости кишечника, вот, или всасывается в кровь, и через кровь он действует на паразитов, но если паразит локализован, у него есть такая, свой такой, свой мирок такой, у него там капсула плотная, и он там живет, и туда фактически мало что попадает, да, он питается, но все равно туда, тяжело туда попасть каким-то препаратом, потому эффективность такого лечения всегда низкая, а если взять нашу литературу, так мы вообще встречаем, лечение не разработанное, или лечение неэффективно, лечение отсутствует, лечение нет, и тоже касается эхинококоза, ну, эхинококоза это такие пузыри, большие такие пузыри, значит, наполненные жидкостью, у которых там есть, плавает эта личинка, вот, по этим иммунизиоз тоже, вот по этим заболеваниям, я хочу сказать, что здесь, ребята и друзья, нужно ориентироваться, не столько на лечение, потому что, я говорю, лечение неэффективно, а нужно ориентироваться на профилактику, но если мы знаем, что основная причина, основная причина, это собака, кошка, который живет, эта гадость, этот гельминт, это цистода, и которая выделяет эти членики, с яйцами, так, вот, так, у еще некоторых видов, значит, гельминтов, эти членики еще и, могут ползти, то есть, мало того, что он отпал, выпал, он еще может проползти, определенное там количество, дистанции определенной проползти, и ползя рассеивает эти яйца, ну, если у нас есть собаки-кошки, так, они, значит, являются промежуточными хозяевами, каким образом она попадает в собаку, в кошку, таким образом, значит, вот, есть эти пораженные органы, или эти, на внутренних органах, на серозных оболочках, внутренней полости, есть эти пузыри, да, нельзя их выбрасывать собакам-котам, бьют там животное, да, вырезают и бросают, животное заражается, там развивается из личинки взрослый паразит, и уже взрослый паразит начинает снова заражать корову, понимаете, замкнутый круг во дворе, вот так получилось с этими быками, не то, что, оно же не с космоса пришло, понимаете, где-то там, вот, где они содержали этих быков, есть собаки, есть коты, которые постоянно, с ними там, контактировали, соответственно, их заразили, так вот, вы сейчас подумаете, что я скажу, что нужно выбивать, там, убивать собак, котов, не держать на ферме, нет, абсолютно не нужно ничего, не причинять никакого вреда собакам и котам, вот, просто нужно проводить деглементизацию им, и, соответственно, их, ну, иметь, я бы все-таки рекомендовал и какую-то дистанцию соблюдать между сельскохозяйственными животными и таким, в каком-то вольере их держать, я не знаю, там, на привязи это негуманно держать собаку, да, ну, в вольере держать там, ну, или хотя бы, если, так, проводить регулярно каждый квартал, каждые три месяца деглементизацию собак, и, соответственно, после обработки глистов, не выпускать сразу собаку, вот, там, утром натощак дали против глистов собаки, и выпустили ее сразу же, и она два-три дня распространяет эти глисты интенсивно, нет, вот, дней пять подержать собаку в вольере, и вот эти все ее какашки собрать, и обработать там, не знаю, хлорным вопном, прикопать где-то в отдельном месте, понимаете, вот тогда вы сделаете, а клетку еще и обработать, проявести дезинвазию, обработку против глистов, повышенными дозами дезинфектанта, вот так, если вы сделаете, все, вы забудете про цистодозы, и не будете искать каких-то уникальных схем, покупать препараты, и тратить кучу денег на это, потому, если уже мы говорим про цистодозы, они уже вылетают из нашего списка лечебных процедур, лечить мы их не будем, подбирать мы препараты под эту категорию гельминтоза мы не будем, ну, это три основные группы гельминтов, которые встречаются у крупного рогатого схода, конечно, я говорю, если говорить про всю территорию мира, все разные страны, возможно, еще какие-то могут встречаться виды, но это основные, теперь, что касается, что касается, принятия решения о дегельминтизации, так как мы являемся образованными с вами, так, и, значит, не делаем ничего, как говорится, на глаз, или там, так, на свой хлопский розум, да, на хлопский ум, мы для того, чтобы принять решение про дегельминтацию, мы должны провести капрологические исследования, или по-простому капрология, то есть, мы должны отобрать пробы фекалия, отослать их в лабораторию, вот, и там должны они посмотреть, какие конкретно гельминты есть у наших животных, и есть ли вообще, конечно, капрология, она имеет свои слабые стороны, не всегда мы можем обнаружить там яйца, потому что, это зависит от стадии развития самих взрослых паразитов, и возможностей их, скажем так, от ихней половой жизни, этих гельминтов, и рождения их, исчадий этих, яиц там или личинок, вот, поэтому не всегда они их выкидывают во внешнюю среду, и мы можем увидеть их векалии, но в большинстве случаев мы можем обнаружить, что у нас там конкретно есть, что мы и проводим, у нас есть на канале видео, где мы показываем, как мы проводим отбор, и делимся результатами анализов, так вот, провести капрологию, раньше вообще капрология, для капрологии нужно было простых там, несколько там, тот же метод Фюлиберна, рощин, раствор соли, пара пробирок, микроскоп, это в принципе мог делать врач, даже на участке, участковый врач, там обычный врач, у них раньше это все было закомплектовано, не знаю, возможно, это никто никогда не делал, но в принципе, если бы врач захотел это сделать, он мог бы просто прийти к вам, отобрать фекалии, тут же там у себя на участке провести, и сказать, у вас там такие, такие вот, имея атлас этих самых яиц, это был у меня атлас, где эти все яйца, вот такой атлас, все яйца, вот такие красивые, такие красочные картинки, вы смотрите, там сравниваете, какие элементы, и соответственно прописать вам конкретное лечение, ну а я понимаю, я понимаю, что это может быть проблематичным, поэтому переходим к следующей стадии, значит, капрология, да, еще, уже так завершая, про капрологию, выяснить, сколько там гельминтов, какое количество, какая степень инвазии, подобрать препараты, с учетом, значит, прежде всего, цены, да, про подбор препаратов, мы уже вплотную подходим к лечению, опять же, ну, я бы так сказал, есть, две категории врачей, возможно, больше, но две основных, так, это те, которые ориентируются на эффективность, и на бюджетность, на, значит, препаратов, а есть люди, которые ориентируются на эффективность, и на брендовость, так, на бренд, на бренд, вот, и для, большинства, ну, для такой категории, бренд и есть, значит, равняется эффективности, так брать синоним эффективности и соответственно для них не брендовый продукт какой-то другие брендовые это час чаще всего от отечественные продукты считаются так подобрендовая это какие-то привезенные там я не знаю в украине наверно там уже с белоруссии привезена это уже брендовый наверно ну если не с белоруссии то уже там с польши это точно уже бренд и капец он эффективный эффективный там с турции не знаю с египта у нас в украине есть препараты с чили это вообще другого я ничего не ничего против не имея препаратов которые там и против торговли международной торговли вообще ничего не имеет прекрасно пусть себе торгует но очень часто категория врачей и людей которые думают что бренд это эффективно а не бренд это какашка и не нужно это не эффективно это угробит ваше животное это все я хочу сказать что это не так и это категорически не так потому что я как раз за свою больше чем десятилетнюю практику делал всегда упор на отечественные препараты честно я имею ввиду украинские препараты здесь мы живем почему мы не можем использовать свои препараты и тем более у нас эта индустрия достаточно развита ну в россии тоже я вижу есть ну наверное не менее пяти сильных таких фирм которые производят достаточно качественные препараты ну так по крайней мере кажется и по перепискам так то впечатление создается ну и также точно в белоруссии я не знаю в казахстане есть производится вообще препараты если кто из казахстана ребята напишите в комментариях производят там препараты или нет потому что я не видел не встречал потому я бы так сказал при подборе смотреть нужно не на бренд она сколько это стоит и на если это стоит в два-три раза дешевле и она точно тот же эффект произведет так вот а как можно знать конечно если мы проведем капрологию мы увидим яйца глистов как мы это делаем хозяйство мы увидели есть яйца глистов мы провели обработку так мы провели обработку соответственно после через 35 дней после обработки мы снова отправляю фекалий для определения эффективности дегельминтизации и если тогда мы уже не видим этих яйца или еще там через какой-то период времени посылаем еще раз там через десять дней достиг мы там их не видим значит мы провели эффективную дегельминтизацию так ну более менее эффективно потому что все это условно в определенной в определенной мере почему я вам сказал потому что связано с локализацией с этими половыми циклами самих элементов что касается выделения яиц как индификаторов наличие элементов в организме животных но если это сработало почему я не могу это использовать почему я не могу это рекомендовать рекомендовать людям почему человек коту которого одна корова например да или там две коровы которые получают там какую-то пенсию минимальную которые от этого кормилица он живет с этого почему я должен вытягивать все жилы как все кишки с него тянуть и все но пусть он эти сэкономленные 100 гривен там не знаю 200 рублей или там сколько еще там у кого кая валюта да но пусть он потратит я не знаю пусть он купит я не знаю что поесть что-то лучше одеться я я не знаю что купит корма даже на эти деньги купит лучшие корма чтобы повысить продуктивность своей коровки так поэтому я в этом вопросе категоричен и я буду спорить со всеми кто будет доказывать и обижать не брендовые продукты отечественные продукты потому что ради справедливости ну и нужно быть честным нужно быть привели но те кто например имеет очень достаточно много денег который не знаю там считают что бренд нужно покупать да ну это та же история что там простой там какой-то телефон да вот у меня там htc которому уже там пять лет он весь побитый но он делает ну он свою функцию исполняет да и там iphone каждый год или два раза в год выходит там iphone 6 iphone 6s там да ну вы готовы заплатить 1000 долларов за iphone ну платите пожалуйста я буду пользоваться вот этим за 10 раз дешевле так я что не могу на нем позвонить я не могу в интернет зайти я не могу сделать сэлфи не могу сделать для instagram фотографию еще что-то там социальных сетях выдая все тоже могу делать да у вас будет немного качественнее чем у меня но это нельзя сказать что это нельзя этим нельзя пользоваться тоже точно касается но если вы готовы платить за бренд пожалуйста берите выкидайте эти большие деньги покупайте эти препараты и значит развивайте западную индустрию фармакологическую если вы простой человек если вы не на комплексе в 3000 дойного скота завезенного из америки и нафаршированного всем чем чем только можно да а если вы простой человек то все таки пробуйте использовать такие продукты дальше но это еще не все критерии эффективности то что он должен быть бюджетный то что он должен быть эффективный он должен вы смотрите на каренцию на видно каренцию что такое каренция это период период выведения значит препарата из организма животного из внутренних органов из мяса из молока так вы смотрите некоторые препараты вы покупаете колите но нет но не понимаете что на протяжении там 20 дней выводится с молоком например да вот можно такой препарат колоть лактирующему животному нет это надо четко все понимать но есть препараты которые выводятся один день с молоком так и разница есть есть мы говорили о изнуренных животных например да и каренция на молоко мы должны четко понимать если животное и каренция на мясо если вы видите что животное может погибнуть то выбирайте такие ангельминтики которые выводят ну не выводится там два месяца или месяц там с мясом до которые выводятся например на протяжении там нескольких дней то есть этот нужно учитывать при выборе ангельминтика также влияние на беременность настельность так это тоже достаточно актуальные актуальный достаточно вопрос и вы этим озабочены я понимаю вас прекрасно потому как одна ситуация на ферме когда много животных так но совсем иначе ситуация состоит когда у вас одна корова и теленок это очень ценно для вас это ваше будущее вы не хотите чтобы препарат как-то навредил вашему теленку потому обращайте на это тоже него сейчас мы будем про это говорить про каренция там по выписывал и вот эти критерии значит цена бренд эффективность каренция влияние на беременность дальше значит про сроки дегельминтизации самой просроки я я уже вам начал якобы начал видео уже забежал наперед до говоря про сроки дегельминтизации уже сказал когда это проводить так но я хочу сказать что если животные находятся круглый год ну то есть без выпаса без скармливания травы зеленый так а сами корма при во время консервации сила сенаж они там ну как месяц консервируется когда больше даже проходит уже как бы карантин то есть и попавшие туда яйца гельминтов они как правило там уже гибнут вот что касается карантина на сено то он больше он около трех месяцев карантин на сено то есть если в сене были яйца то где то напряжение трех месяцев сено после заготовки нельзя использовать то есть если же вот так если такая ситуация так то дегельминтизации можно либо вообще не проводить так либо порой по показаниям пока прологии либо проводить коровам которые уходят сухостой чтобы не было этой выбраковки молока если мы говорим о животных которые пасутся или едят траву вот свежую траву то вот то то что я говорю в начале видео за две недели после постановки на зимний стойловый период и за две недели до выпаса но вот это за две недели до выпаса это своего рода перестраховка понимаете и ну и как бы сказать вроде бы как можно и не делать но желательно бы сделать но если это касается частных подворий да и например вы это сделали а сосед этого не сделал и сосед корова соседа дальше выделяет эти гельминты на пастбище а ваша заражается этими элементами ну потому ну я бы сказал что возможно можно упустить весеннюю дегельминтизацию учитывая вот эти факторы а осеннюю дегельминтизацию ни в коем случае нельзя пропускать ее обязательно нужно проводить далее если говорить еще далее двигаемся далее так дегельминтизация связана с выпасом да тесно связано с выпасом и почему тесно связано с выпасом потому что там они заражаются поедая траву пьют воду и заражаются там значит гельминтами яйцами гельминтов это мы разобрали теперь мы уже вплотную подходим к самим препаратам наверное это самое интересное то что вас то что вам хотелось узнать смотрите переходя к препаратам их значит есть много разных групп и соответственно каждая группа активно против тех или иных видов гельминтов или против нескольких групп гельминтов препараты есть как моно препараты то есть один одно действующее вещество так и есть комплексные препараты в которых 2-3 комплексных 23 активно действующих вещества которые как правило если комплекс это действует на разные или виды и гельминтов или на разные стадии одного гельминта так если говорить о трематоде о фасциоле то это разные стадии если там говорить о разных видах это например могут быть круглые черви и значит трематоды нематоды и трематоды значит смотрим так я выбрал украина россия и какие представлены препараты группа ангельминтиков который называется бензимидозолы представлена двумя основными препаратами пинбиндозол и альббиндофон альбиндозол украина броводозол 20% 5% пенбиндозол ультра 25% пенбиндзол просто очень 20% пендиндозол 5 и 5% пенбиндозол 8% вот и общий для россии и украины панакур 22 и 2 процентный но опять же панакур это брендовый препарат бренд а значит это отечественные производители я большинством из них пользовался достаточно эффективные хорошие препараты вот панакур вот панакуром не пользовался не брал его из-за дороговизны россия фенбендазол 22 и 2 процентный есть такой препарат у вас фептал таблетки есть фенбенд 20 процентный и hunter hunter это тоже какой-то аргентинский какой там это тоже забугорный препарат а вот эти три которые я первые сказал это то что есть то что производится российскими производителями каренция значит на мясо 23 сутки то есть 23 сутки если вы вели этот препарат животные не убив или дорезов или сдав на бойню 23 дня ним нельзя это мясо в пищу людям использовать молоко здесь разные данные у разных препаратов от 7 до 10 суток то есть видя значит этот препарат представьте себе 7 10 суток нельзя молоко использовать беременность нельзя в первом триместре первых три месяца этот препарат фенбендазол действующие вещества фенбендазол нельзя использовать значит животным ну соответственно я бы его не рекомендовал лактирующим животным потому что 10 дней молоко браковать ну сомнительно действует он на круглые черви в тени матоды которые мы говорили на три матоды только на взрослые на имаго взрослых паразитов взрослые паразиты появляются где-то в декабре декабрь январь уже конкретно февраль у там вот тогда если вы не имеете возможности купить те препараты которые убивают личинок по которым и варить ниже то этими препаратами не стоит вот через две недели после постановки настойла не стоит обрабатывать потому что все равно еще останутся личинки которые вырастут и будут дальше причинять вред вашему животному дальше альбендазол это наверное самый распространенный препарат я называю украинские бровальзен альбендазол ультра альбендазол 10 проценты альбендазол 7 и 5 проценты альбен альбин вет альбендазол гель суспензия порошок вообще препараты от есть как в форме гелев так и суспензии так и порошков и так и микро гранулированных порошков вот микро значит альбендазол 20 альбентаб с таблетки анти гельминт видите сколько их есть российский рынок альбен альбен с альбендазол 10 процентный альбендазол суспензия альбендазол 200 альбендазол 2 и 5 проценты альбен да альбендазол таблетки 18 проценты на российском рынке каренция на молоко две-три сутки то есть уже альбендазол он выигрывает у фенбендазола уже брать например препараты фенбендазола для крупного рогатого скота не ну нелогично а действия у них очень сходные так и на трематод альбендазол не действует на личинок только на взрослых так и на остальные там нематоды круглые черви мясо 7 дней видите какая выгода вот к вывод почему я вам говорю обращайте внимание на факторы на каренцию вот 7 дней и 23 дня есть разница есть беременность первая треть тоже сам первый триместр идем дальше группа ими ими до затеал и ими до ими до зол и ими до зол и ими до затеал и тут язык славать можно значит препараты как правило есть порошков порошки но очень часто используется как инъекционные это левомизол кстати левомизол это еще крутой иммунокорректор и его можно использовать при метритах и при бронхопневмониях утилят у нас есть такой опыт но это не наша сегодня тема мы про это говорить не будем кому интересно про это чтобы я рассказал то пишите в комментариях значит препараты у нас брова левомизол 8 процентный порошок инъекции левомизол плюс десятипроцентный левомизол 7 5 процент лево 100 лево 100 это брендовый препарат это лево лево это голландский по моему препарат если вам изол десятипроцентный фирмы инвеза тоже брендовый не вижу я там я их использовал в этом случае я не вижу никакой разницы между нашими препаратами русский рынок российский рынок левомизол 75 и левомизол десятипроцентный есть отечественные производители у вас в россии тоже каренция на молоко три дня неплохо на мясо семь дней хорошо беременность нельзя последняя треть беременности последних три месяца не первых три месяца последних три месяца обратите внимание каренция на молоко три дня мясо семь дней беременность последняя треть беременности то есть последних три месяца беременности тут еще важно отметить что левомизол не действует на трематоды фасциолиоз дикроцелиоз но здесь нужно отметить что левомизол он не действует на личиночные формы трематод идем дальше следующая группа следующая группа макро циклические лактоны но самый распространенный представитель это и вермектин сейчас перечислим препараты на украинском рынке представлены бровомектин однопроцентный промектин вермек однопроцентный и вермектин 10 10 и вермектин однопроцентный плюс витамин е интер мектин и вермектин однопроцентный келомектин баймек биомектин профаверм и вермикол неоверм фармектин Экомектин, Иверон10 Ивомек Ивермек Вет 1% Альфа Мек 1% Дектамакс и Дорамин ПД Продолженного действия Достаточно количество, но здесь я назвал Как и украинских представителей Так и брендованные Препараты Дальше, российский рынок Что я выбрал, Ивермек Сантамектин Анивер Норамектин Ганамектин Ганамектин, да Что по Ивермектин Многие считают, что Это универсальный ангельминтик Он действует против всего Против всех паразитов И эндопаразитов, то есть гельминтов И эктопаразитов, внешних всех Клещей, блох Власоедов И делая инъекцию Такого препарата Они считают, что они решают Проблему с гельминтами Но это не так На самом деле Ивермектин, макроциклические Лактоны, они не действуют На трематод И тем более Уже не действует на личинок Трематод Поэтому обрабатывая ними Нужно понимать, что вы избавляетесь От эктопаразитов И от нематод Круглых червей А для того, чтобы Избавиться от печеночных червей Нужно использовать Или комбинированные препараты Ивомек Комбинированный С другими Ивермектин С другими препаратами Или Значит Другие Просто другой класс препаратов Но это не основная проблема Ивермектинов Здесь есть намного Серьезнее проблема Каренция Значит На мясо 28 дней Так Даже 23 дня У фенбендазола У ивермектина 28 дней Беременность Значит Насчет беременности Нельзя его использовать За 28 дней до родов Так Вот И на молоко Там тоже Очень большая каренция Там порядка 24 дней Каренция на молоко Поэтому Ивермектин Вообще Для крупного рогатого скота Ну Очень сомнительное Применение Разве что В сухостойном периоде Или Категориям Не лактирующим животным Лактирующим животным Его применение Ну Достаточно сомнительное Он достаточно Недешевый препарат Каренция Очень большая Путь введения С помощью инъекций Вообще Говоря О Ангельминтиках Например Да Я Осознавая Все удобство Возможно Для ветеринара Использования Инъекций Я Я Например Мое Личное Мнение Значит Я категорически Против Использования Инъекционных Препаратов Для Крупного рогатого Скота В качестве Ангельминтиков Почему Потому что Во-первых Большинство Их Или все Они имеют Достаточно Большой период Каренции И Значит Так или иначе Влияют На Определенные Периоды Значит Стельности И Это еще Стресс То есть Сам процесс Набирания Это Стерильность Нужно Чтобы Был Чистый Стерильный Сприт Спирт Вата Значит И Сама Инъекция Она является Болезненной Для животного Потому Я Не Отвергаю Такой Вид Препаратов Но Я Лично Я Не Приветствую Такой Значит Способ Бороться С Глистами Но Если Речь Идет О Эктопаразитах И Определенных Видах Глистов Например Такие Как Парафилариоз Или Значит Саркоптоз Псараптоз Значит Клещи Подкожные Клещи Разные Воши То Здесь Тоже Можно Сказать Что Да Удобно Использовать Инъекцию Я бы Использовал Например Против Вы скажете Ну а что Использовать Какая там Альтернатива Что ты предлагаешь Тогда Ну что я предлагаю Я предлагаю Есть Жидкости Есть Эмульсии Которые Можно Обрабатывать Внешне Есть Препараты Пурон То есть Наносящиеся На спину Которые Имеют Пролонгированные Действия Бутокс Там Тот же Пурон И другие Там Значит И Есть Просто Эмульсии Которые Можно Развести Они Не Такие Дорогие Сделать Раствор Рабочий Обработать С помощью Пульверизатора Или даже С помощью Там Мочалки Обработать Значит И Причем Есть Даже Такие Препараты Для Внешней Обработки Которые Они Имеют Каренции На Молоко То есть Вот Почему Опять же Я Возвращаюсь Каренция На Молоко Потому Я Не знаю Я Не Вижу Смысла Использовать Макроциклические Лактоны И Вермектин Сопоставив Цену Каренцию Удобство Введения Дальше Вы скажете А что Касательно Не знаю Там Других Других Как бы Проявления Других Значит Паразитов Да В принципе Есть Альтернативы Применение Ивермектину Прекрасное И что касается Например Парафиляриоза Вот этих Вот Есть Мази На основе Ивермектина Их Можно Внешне Применять Да В некоторых Случаях Действительно Возможно Будет Показана Инъекция Ивермектина Но В большинстве Случаев Можно Использовать Мази На основе Ивермектина Так как Паразит Подкожей Паразитирует И у нас Есть Такой Позитивный Опыт Борьбы С этой Патологией Парафиляриоз Парафиляриоз Дерматиты Так И И движемся Дальше Движемся Дальше У нас Здесь Группа Производимые Салицилатов Салициламидов Производимые Салициламидов Действующее Вещество Клозантел Тоже Это из Группы Инъекционных Средств Которым Как вы поняли Я отношусь Предвзято Значит Украинский рынок На украинском рынке Представлен Бронтел 10% Клозантел 50% Клозафарм Клозавет Клозантел Просто Клозан 5% Клозаверм Ролинол Значит Это Классика Жанра Инвезовский Испанский Препарат Это Из брендовых И на российском рынке Есть Клозатрем Клозантин Клозафарм 5% Можно использовать Эти препараты В борьбе С Трематодой И с Печеночными Глистами Но Опять же Как бы Можно По своему действию Можно Но опять же Смотрим на Наши показатели Любимые Каренция молока 14 суток 14 суток То есть Мало того Что это Инъекция Вообще Этот препарат Он болезненный При введении И часто При неаккуратном Введении Может оставлять Даже такие Болезненные Отеки На местах Даже и нарывы Могут быть Если там Недостаточно Стерильность То есть Асептические Отеки Дает Отеки Нарывы Отеки Неинфекционного Характера Так вот 14 суток Молоко Ребята Его можно Использовать В период Сухостоя Можно использовать Его В мясном Скотоводстве Можно использовать Его Телкам Нетелям В таких категориях Но лактирующим Животным Я думаю Что основная Как бы Основной интерес Для нас Составляет Лактирующие Животные Его Сенс Его использовать Я не знаю Если у вас есть Аргументы Возможно У меня Не хватает Опыта Да Ну объясните мне Тогда Сенс Использования Этого препарата В комментариях Вообще Всех призываю К широкой дискуссии По этому вопросу Особенно Специалистов Специалистов С образованием Ветеринарных Специалистов И людей Которые Волей Как бы По жизни Волей-неволей Стали специалистами Потому что Есть много людей Животноводов Владельцев Животных Фермеров Которые Хочешь Не хочешь Они становятся Ветеринарами Они испытывают Большое количество Препаратов Применяют Они формируют Свой опыт И в интернете Очень много Таких каналов Есть сейчас И люди Говорят Достаточно Здравые Правильные Вещи Поэтому С удовольствием Такими Общаться Удовольствия И пишите В комментариях Что вы думаете По этим вопросам Будет интересно Подискутировать Значит Мясо 28 суток Так Как и Вермектин Беременность Нельзя Дойным И последняя Треть беременности Даже в инструкциях Говорят Про Нельзя Использовать Лактирующим И последняя Треть беременности Это тоже Как в принципе С левомизолом Так То есть Проинъекционные Это Клозантел Это Ивермектины Это Левомизол Так Три таких Основных Препарата Ходовых Вот Которые Я Так Хорошо Давайте так Скажем Я не буду вам Говорить Я не рекомендую Потому что Ну кто там Скажет Кто он такой Чтобы нам Рекомендовать Или не рекомендовать Он что Кандидат Наук Или профессор Вообще Кто он такой Просто себе Сельский врач Так Тогда я скажу Иначе Я бы не Использовал Эти препараты И мои аргументы Вы слышали Дальше Пиперозин Есть еще Такое Препарат Пиперозин Старинный Препарат Известный Из советских Времен Одно Время Его на рынке Пущи Уже Не было Но потом Он снова Возродился И много Фирм В Украине По крайней мере Производят Этот препарат И можно Его использовать Тоже Как По типу Альбиндозола Финбиндозола Каренция На мясо По Пиперозину Четыре Четверо Суток Он не действует На личинок Трематод Но Каренция На молоко Двадцать четыре Часа То есть Интересный Препарат Возрожденный Препарат Значит По беременности Я не нашел Данных Кто знает Как Пиперозин Влияет На стельных Животных Напишите Пожалуйста В комментариях Вот И Теперь Мы пришли К комплексным Препаратам Моим Любимым Препаратам Потому что Если так Сказать По цене То можно Брать Альбиндозол Но если Брать По эффективности Так То все же Таки Я Мы В нашем Хозяйстве Используем Комплексные В основном Комплексные Препараты Они Достаточно Достаточно Представлены На рынке Я не скажу Достаточно широко Потому что Не так Их так Уже много Но Они есть Украина Броватриол Броватриол Вообще У нас В Украине Флагманом Таким По производству Ангельминтика Валяется Фирма Броватриол Вот это Не реклама Фирмы Броватриол Просто так Исторически Сложилось Что там Есть Как бы Генеральный Директор И владелец Фирмы Сам Паразитолог Профессор И Как бы Сказать Уже Все Всевозможные Там Регалии Научные Имеет И труды Научные Вот И его Те кто Работают В его коллективе Это В основном Это сильные Паразитологи Поэтому Обосновано Что люди Занимаются Производством Антипаразитарных Препаратов Ангельминтиков И не только Поэтому Ихние препараты Они наиболее широко Представлены Если есть Уже Аналоги На украинском рынке Украинские аналоги Это как правило Уже Копии То есть Бровофарма Делает сначала Препарат Он выходит На рынок Он завоевывает Рынок Потом уже Под него Начинают Копировать Другие Это не означает Что те Другие Плохие Или Некачественные Или Неэффективные Или дорогие Но Это Просто Уже Следует За лидером Лидер Бровофарма В этом плане И поэтому Я привожу Ихние препараты В основном Буду приводить Ихние препараты Потому Как я Не мониторил Все аналоги Броватриол Броватриол Это новый препарат Ихний Трикламбендазол Из бензамидазолов Альбендазол И Празиквантел Вот этот препарат Фактически Можно использовать Против И Круглых Червей Нематод И против Печеночных Трематод И Как против Имаго Взрослых Которые Мы как уже говорили Из Грудень Из декабря Месяца И Дальше Уже Появляются Вырастают И так и личинок Которых уже Даже с конца Августа Месяца С конца Августа Месяца Уже можно Дегерметизацию Проводить Или например Даже уже В сентябре Можно В октябре Можно даже Проводить То есть Действует на Личиночные стадии Значит что По мясу 14 дней Коррекция Коррекция По молоку 2 дня Достаточно Неплохая Коррекция 2 дня По молочку Беременность Только первый Месяц Нельзя Из-за Возможного Эмбриотоксивного Эмбриотоксивного Действия И тератогенного Но хотя По факту Были у меня Случаи Применения Эмбриотоксивного Эмбриотоксивного Возможно Возможных вещей Они 100% Если вы его Дадите В этот период Точно Эмбрион Умрет Или Родится Теленок Двуголовый Или Не знаю Еще Два хвоста У него будет Дальше Клозофен Клозофен Оксиклозанит И Фенбендазол Оксиклозанит И фенбендазол Вот такой препарат Есть Мясо 14 дней Вот Молоко Два дня Один месяц Тоже нельзя На первом месяце С стельностью Вот мне здесь Не совсем понятно Фенбендазол Если он один Опять же Бровофарма Подает Если он один То на него На молочко Минимум 7 дней Каренция А если он В паре С оксиклозанитом То здесь уже Два дня Каренция Ну это Вопрос Нужно выяснять Почему То ли Концентрация Его здесь Пониженная То ли Какая причина Я не разбирал Так глубоко Дальше Комбитрем Комбитрем Или его аналог Триклобен Комбитрем Триклобен Значит Содержит Опять же Триклобендазол Про который мы говорили И альбендазол То есть Фактически Комбитрем Это тоже Что и броватриол Только Без прозеквантела Мясо 14 Молоко Два дня Каренции Первый месяц Стельности Нельзя его применять Вот эти препараты Броватриол Клозофен Комбитрем Отлично Подходят Для Дегельминтизации Для Как бы сказать Комплексной Дегельминтизации Против Всех видов Гельминтов Кроме Именно Эктопаразитов Ну а эктопаразиты Это не гельминт Это вообще не наша тема Мы не собирались Сегодня говорить Про эктопаразитов Против гельминтов Хорошо Но они Возможно Будут плохо Работать С парамфистоматидозом Где он встречается Тогда Лучше брать Отдельный препарат Который называется Рафензол Или Лерафен Аналог Там Есть Кроме Фенбендазола Про который мы говорили Рафоксонид Рафоксонид Он именно Лучше работает И с личинками Парамфистоматид Парамфистоматид С ними он лучше работает Но Рафензол имеет на мясо 28 дней каренции И на молоко 7 дней Поэтому Применять рафензол Я бы вам советовал Только при конкретных Показаниях После капрологии Что у вас точно Там есть Парамфистоматидоз Если у вас просто Фастеолез Декрациолез Тогда лучше применять Препараты Которые имеют Два дня каренции И мой любимчик Мой любимчик Это Трематозол Я очень люблю Этот Значит Препарат Потому что У него Одна сутка Только Каренция Он содержит Оксиклозанит И Пирантел Мясо 14 дней Молоко Одна Одна сутка И первый месяц Костельности Не применяется Одна сутка Каренция на молоко Чудесный препарат Трематозол В виде Суспензии Такой Сметаны 15% На вид Разводится С водичкой И заливается Коровкам С утра На голодный Желудок Отличный препарат Русский Российский рынок Значит Сантомектин Смесь Ивермектина И клозантелла Ну это Гремучая смесь Я Я же свою Выразил Мысль Насчет Ивермектина Клозантелла Но В такой Комбинации Я вам говорил Про комбинации В такой Комбинации Ивермектин Клозантелл Да Они активны Против гельминтов И активны Против Эктопаразитов Но сам Ивермектин Он нет Гельмицит О Гельмицит это аналог нашего трематозол не не совсем но но похоже оксиклозонит и альбиндозол вот этот препарат против трематод отлично гельмицид убой 14 дней молочко 4 дня хотя вот наши по два дня дают молоко ведь российский проиграет здесь в молоке вообще но нет если дальше тетрамизол 20 процентный так действует мясо 7 7 дней молоко 3 дня рикозол река бендозол вот река бендозол такой-то оригинальный препарат на российском рынке такое действующее вещество я не встречал в украинских препаратах мясо 30 суток молоко 5 суток но он активен против взрослых трематод опять же по-моему это фирма нитофарм и смысл применения для лактирующих сомнительный я вот опять же еще возвращаясь и и вас возвращают той мысли что мы сейчас в основном сосредоточены на лактирующих животных на коровах так как это к основная категория животных вот остальных всех там уже конечно можно и не так обращать нему обращать на каренцию вообще можно нам на каренцию молока вообще можно не обращать внимание а на каренцию мясо там уже смотреть по состоянию животных там уже бой более как пространство для действия для маневра появляется большее пространство так здесь мы этот препарат он есть на рынке но его нужно думать как и когда применять ритрил есть такой препарат река бенда зол опять же тот же и трикла бенда зол про который мы говорили уже составе комбит рэма значит на первом триместре его не можно нельзя применять стельности мясо 40 суток вот есть есть еще препарат фаскоцид вот фаскоцид это наиболее приближенный к моему любимчику трематозол у его его составе оксиклозанит то есть активный против личиночных стадий тремата трематод и достаточно хорошо ним отзываются люди и даже наши подписчики тоже нам писали писали сейчас посмотрю с посмотрим и кто-то это написал в тоже сделаем известны людей или я найду или не найду сейчас долго искать сейчас сейчас я извини сейчас мы найдем нам писали я не знал про этот препарат фаскоцид это посоветовал один из натальма наталья 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 осьмухина вот посоветовала нам этот препарат спасибо наталья что навели на мысль и вот сейчас мы про него говорим то есть российские российский рынок я уверен что она имеет намного больше этих препаратов так как я мониторил основные ресурсы ветлег ветлег такой сайт и и ветторг ветторг и по моему ветлег такие сайты возможно есть другие ресурсы в которых тоже можно и есть большее разнообразие препаратов я опять же повторяюсь я вас прошу если вы еще знаете какие препараты то ли моно то ли комплексные вот пишите в комментариях это поможет нашим зрителям читателям поможет выбрать себе правильные препараты найти препарат вот но по действующему веществу я вам сказал все действующие вещества поэтому вы можете искать и по действующему веществу ну вот собственно говоря что здесь осталось еще сказать конечно подбирая препарат вы поняли на что ориентироваться но здесь еще хочется сказать такую мысль что вот какой бы не был удобный препарат вот например там и каренция удобная на молочко и на мясо и вроде настельность все какой бы не был удобный препарат все равно нужно учитывать то что есть привыкание как у любого живого организма у гельминтов есть привыкание к препаратам их нужно ротировать или менять например в этом году вы использовали один препарат следующем году другой препарат используете и таким образом чередуете препараты но не по коммерческим названием а под действующим веществом это же прекрасно понимаете друзья спасибо всем кто нашел в себе силы дослушать до конца эту лекцию я каждый раз я когда сажусь записывать вот эти монологи я рассчитываю на 20-30 минут но когда я сажусь монтировать эти монологи я ужасаюсь тому факту что там очень много намного больше чем я думал времени пошло но и с другой стороны когда я слушаю уже потом сделанный материал я понимаю сколько еще нет не сказано не досказано не достаточно не осветлено вопросов поэтому призываю вас внимательно смотреть видео и задавать вопросы и по всем тем вопросам которые я здесь не не рассказал или недостаточно глубоко копнул в тех вопросах пожалуйста мы можем или снять отдельное видео или я могу в комментариях вам дать ответ на эти вопросы тема обширная тема серьезная вот я думаю мы не раз еще будем к ней возвращаться к теме деглементизации а так подписывайтесь на ваш канал обязательно ставьте лайки поддерживайте нас делитесь нашим видео распространяйте эту полезную информацию в социальных сетях если вы считаете ее полезной распространяйте социальных сетях и оставайтесь с нами спасибо вам до свидания